В Польше вводят новое правило дорожного движения для электросамокатов. В стране началось тестирование ковидных паспортов. В Польше предложили ввести комендантский час и ограничить передвижение для невакцинированных людей. Польское правительство запустило кампанию, агитирующую вакцинироваться от коронавируса. Ослабление ограничений в Польше. Маски на улице больше не нужны. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! Последнее постановление правительства отменило обязанность прикрывать рот и нос на открытом воздухе при условии соблюдения дистанции в полтора метра. Однако их все равно придется носить в магазинах, на рынках, в общественном транспорте, на рабочих местах, если работодатель не решит иначе. Так, жители Врослова провели выходные, гуляя по улицам города. Также состоялось открытие террас и ресторанов и кафе. Центр города был переполнен желающими хорошо провести время. У многих ресторанов гостям приходилось стоять в очереди и ожидать свободного места более часа. Напомним, что возможность передвижения без маски на открытом пространстве действует только до 5 июня 2021 года. Польша тестирует ковидные паспорта, после чего примет решение, вводить их или нет. Тесты начались с понедельника. Они займут 14 дней. Цифровой зеленый сертификат будет содержать QR-код, который можно сканировать и узнать, является ли владелец вакцинирован или нет, имеет ли он, следовательно, право на пересечение границы. В Польше заговорили об ограничении передвижения невакцинированных лиц и ведении комендантского часа для них. Идея прозвучала из уст профессора Милоша Парчевского. Главврач в Западно-Поморском воеводстве и один из консультантов по пандемии предложил ограничения для невакцинированных людей. Своё мнение он аргументирует, что, цитата, «нельзя давать таким людям шанс заразить других». По его словам, такие условия могут побудить людей сделать прививку. На сегодняшний день вакцины в Польше приняли 15 миллионов граждан. Пока идея остаётся только на словах. Официальные лица не прокомментировали слова медика. В Польше вводят правила дорожного движения для электросамокатов. Изменения вступают в силу с 20 мая. В связи с этим в столице вводят запреты и ограничения для электросамокатов. Так, двухколёсным транспортным средством нельзя будет проехать центральной частью города. По правилам, парковка электрических самокатов будет разрешена только в специально отведённых для этого местах. Сегодня таких мест нет. А если их нет, на тротуаре параллельно бордюрному камню. Неправильно припаркованные транспортные средства будут убраны с дороги за счёт владельца. Максимальная ставка, указанная в законе, составляет 123 злотых плюс 23 злота за сутки хранения. Согласно законопроекту, электронные самокаты не могут двигаться со скоростью более 20 км в час. Электронные самокаты применяются к аналогичным правилам, как велосипеды. Таким образом, въезд такого самоката в некоторые места запрещен. Это касается, например, старого города Варшави, где движение транспортных средств на таких маленьких колёсах опасно не только для пешеходов, но и для самих самокатов. Кроме того, там нет места, чтобы оставить транспортное средство на узких улочках, не блокируя проход. Первые электрические самокаты появились на улицах Варшавы в 2018 году. В Польше началась кампания «Последняя прямая», в которой амбассадоры будут агитировать население вакцинироваться. По словам премьер-министра страны Матеуша Моровецкого, есть шанс, что если все граждане солидарно приступят к программе прививок, то это будет «Последняя прямая» для завершения пандемии. Это должно избавить государство от этой болезни раз и навсегда. Пусть к этому наша национальная программа вакцинации, сказал глава правительства на национальном стадионе в Варшаве. Компания «Последняя прямая», которая будет стимулировать вакцинацию, будет основана в основном на спортсменах, и это крупнейшая на сегодняшний день такая акция. А также мы поговорим о других новостях. Во время полета у самолета из взрослого в Жешу возникли серьезные проблемы с двигателем. Пилот решил совершить аварийную посадку на автостраде А1. Мужчина был трезв и имел лицензию. Никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливает Государственная комиссия по расследованию авиационных аварий. В начале апреля 2021 года в Скирневице местная жительница обратилась к правоохранителям и рассказала, что накануне перед одним из торговых центров потерял свою платежную карточку. Злоумышленник успешно использовал карточку 9 раз. Всего женщина потеряла около 500 злотых. Вором оказался 28-летний гражданин Украины, и теперь ему грозит до 10 лет заключения. В Польше ведут новую социальную программу для стимуляции рождаемости. Премьер-министр Матеуш Моровецкий объявил, что правительство готовит программу выплат при рождении второго и последующего ребенка. Речь идет о 12 тысяч злотых. Текущие программы 500+, и 300+, остаются в силе. Выпуск наших новостей подошел к концу. Смотрите нас каждую среду, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. Всего вам доброго! Увидимся через неделю! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!